В четвертом микрорайоне в скором времени откроется женская консультация. Она разместится на втором этаже бывшего роддома на улице Корсунской. Здание, построенное в середине прошлого века, в 2014 году закрылось на капитальный ремонт. Однако работа, проведенная подрядчиком, не устроили заказчиков. И сейчас ремонт будет переделываться и доделываться. Министр еще раз проговорит со строителями, с теми, кто отвечает у нас за закупки и мебели, и оборудование. Потому что сюда надо же и оборудование новое, аппаратуру ставить, а не просто стену, и не просто мебель поставить. Поэтому они посмотрят и подготовят мне так называемые, как это красиво называется, дорожные карты. На встрече с инициативной группой жителей микрорайона губернатор обрисовал круг первостепенных задач. В ней входит ремонт вентиляционной системы во всем здании. Второй пункт плана мероприятий – обустройство женской консультации, которая в скором времени может уже начать принимать первых пациентов. Планируется обслуживать женщин железнодорожного района. У двух участков 2200 человек на участке. Обслуживаться будет в филиале женской консультации в Центре охраны женского здоровья. Сейчас женщинам района приходится ездить в городскую поликлинику номер один, находящуюся на улице Гагарина. Именно там расположена женская консультация, ведущая прием. Конечно, это неудобно и отнимает много времени и сил. Поэтому жительницы микрорайона ждут с нетерпением открытия медучреждения. Обязательно должна быть женская консультация. Население и молодое, Кирова 6, там одна молодежь, Кирова 6. Вот поэтому как же молодым женщинам не нужна женская консультация. Надо, чтобы детишки были здоровые и женщины, мамы наши здоровые были. После встречи с главой областью представители инициативной группы появилась уверенность в том, что их мечта скоро сбудится. Филиал женской консультации – это только первый шаг. После окончания ремонта в этом здании откроется полноценный центр охраны женского здоровья. Егор Титов, Юрий Ломатов, Новости дня, Ульяновская правда.